На библейский портал Экзигет поступил следующий вопрос. Как победить подростковую агрессию и жестокость? Мы, наверное, все знаем, что в подростке в какой-то степени более эмоциональной и где-то и агрессивность проявляется, какая-то нетерпеливость. В этот период такой после 12 лет начинается особый этап, я бы сказал, в жизни наших детей, когда они, с одной стороны, вроде бы уже детство свое пережили, а с другой стороны, в то состояние, когда работает более активно аналитическая часть, они еще не вошли. Вот такой переходный момент, он чем сопровождается? Ведь агрессия, жестокость, это не причина, это следствие, и бороться надо, здесь вопрос звучит, как победить, надо не то, что с этим бороться, а побеждать его. Здесь нужно понимать вот сами истоки, откуда это все берется. Ну, смотрите, во-первых, период после 12 лет особый, в каком плане? Ну, если мы возьмем девочек, то, соответственно, девушка, девочка становится уже способной к продолжению своего рода, ну и, соответственно, парень. Почему я обратил внимание на женщин? Потому что, вот по примеру Пресвятой Богородицы, да, которая в 12-летнем возрасте, мы недавно праздники отмечали Рождество Христово, ее, ну, передали, да, обручнику Иосифу, потому что она не могла по физиологическим особенностям своим находиться в храме. То есть для нее открылся новый этап ее жизни. На Востоке традиция вообще ранняя выдавать замуж девочек. Как только они готовы продолжать род, их передают. Но ведь, ну, мужчин, это тоже касается, я не говорю, что это только женщины. Мы видим, что в этот возраст, если мы говорим о 12-летнем возрасте, в Библии мы в Евангелии встречаем первое упоминание о том, как Христос учил в синагоге. То есть это тоже время, которое особым образом зафиксировано в Священном Писании. То есть Он, Иисус, заявил о Себе публично о том, что Он есть Личность, и Он уже выходит как толкователь, как учитель Священного Писания. То есть Господь не отрицает то, что есть этапы в жизни человека, и даже на примере своего сына показывают, что эти этапы нужно проходить. Дальше. Какие следствия? Что вообще происходит в этот период? Мы понимаем, если мы говорим о том, что идет какое-то половое созревание, то сразу понятно становится, что идет определенный всплеск на гормональном фоне. Это понятно. Что это значит? Это значит еще то, что на генетическом уровне происходит определенная тоже консолидация тех свойств, которые передались от родителей. И они также ищут своего выхода. Наверное, многие родители замечали, что дети вот в этот период подростковый начинают даже внешне меняться. Приобретают черты своих, ну даже может быть противоположных. То есть если это девочка, может, раньше было на маму похоже, больше становится на папу похожа. Или наоборот. Или каких-то своих других родственников. То есть мы видим, что гены, которые в них есть, они начинают бурлить, начинают видоизменяться, начинают показывать какие-то свои особые формы, даже на физиологическом уровне. То же самое происходит на уровне психологическом, на уровне гормональном и на уровне духовном. Вот в этот период, вы представьте, какой, в общем-то, коктейль и самых разных смесей в душе этого подрастающего человека. Отсюда рождается и не совсем принимаемая окружающими его модель поведения. Потому что у него внутренний конфликт. Он созревает, он становится, у него все бурлит. И во что это выльется, он сам еще не знает. Более того, почему я говорю о генетическом фоне? Потому что передается через этих носителей, через наши гены, вся информация о его родственниках до нескольких колен. В результате, вот ребенок, может, даже это не понимает, он видит такой багаж, как хорошего, так и плохого, в себе самом. И дальше. Все это начинает, что называется, выстреливать. Выстреливать не всегда хорошее. Но часто, часто, очень даже нехорошее. Потому что те страсти, которые передались через гены от родителей, даже, может быть, не от родителей, а от бабушки, от дедушки и далее, они начинают просто вылазить, и родители не всегда понимают, откуда вообще это берется. Бывает, ребенок становится совершенно другим. Он не похожий ни на папу, ни на маму, а похож вообще на какого-то прадеда. Когда там бабушка говорит, помнишь, у меня папа был такой. То есть мы понимаем, что эта ситуация очень сложна. Очень сложна. И вот эти противоречия, которые ребенок видит в себе, сам он не всегда осознает. Отсюда возникает и агрессия. То есть он не знает, что с ним происходит. Это, понимаете, как бы некоторая мутация в его сознании. Как будто у него что-то появилось то, чего раньше не было. И он с этим должен справиться. Поэтому задача родителей не победить, а понять, что с ним не так. Вот ребенок был, допустим, многие родители приводят такие примеры. Ходил в храм, был такой верующий, добрый, спокойный. Тут как будто, как говорит, черная кошка пробежала. Все не так. Никуда не загонишь, ничего не сделаешь. На все с агрессией отвечает. Но ведь, если спросить у мамы, этих теперешних мам, а какими вы были в этот период, наверняка скажут, что еще хуже. Она еще ангел. Внучка скажет, еще ангел по сравнению с тобой. Какая ты была. Это все говорит о том, что через вот эти на церковном языке искушения, то есть испытания, мы все должны пройти. Но мы должны с помощью наших родителей, я говорю мы в отношении детей, как бы от лица их, с помощью наших родителей найти вот то исцеление, о котором всегда говорит церковь. То есть вот эти разрозненности наши, вот эти страсти, которые нас рвут на части, от чего мы и страдаем, и болеем, и прыщи на лице вылазят. Потому что все не так, все по-другому. Вот они должны, нам, родители, нам должны помочь привести в целостное состояние. А для того, чтобы это произошло, необходимо, чтобы была одна такая маленькая, но очень важная добродетель, послушание, которое мы с вами должны, еще раз говорю, мы, потому что вот от лица детей, этих подростков, мы должны приобрести, были в течение нашей вот этой детской жизни, научиться этому, и тогда нам будет легче. Потому что когда мы не знаем, что это такое, когда для нас все враги, и мы хотим очень громко заявить о себе, то мы наиболее уязвимы, мы наиболее управляемы. И вот поэтому, поэтому, вот в этой точке, родителям нужно очень внимательно следить за своими детьми. Следить не в том плане, как слежка, а следить в том плане, чтобы подсказать ему в нужный момент, как лучше поступить, опираясь и на свой опыт, и на опыт своих родных и близких. То есть нам не нужно бороться с этой агрессией, не нужно ее побеждать, не нужно ломать эти личности своим авторитетом, авторитетом кого-то другого, физическим насилием. Этого делать не следует. Нужно с детьми говорить. В первую очередь, нужно с ними разговаривать. Уже как со взрослыми, которыми становятся взрослыми, им подсказать, указать тот путь, по которому проще пройти, наименее безопасно. Потому что вот как по реке плывет, главное, чтобы он берега не потерял. Вот тогда он пройдет безболезненно. А если он начнет швырять с одного берега на другой, выбросит просто, особенно на крутом повороте, и потом костей не соберешь. Сколько жизней загубленных, а сколько жизней загубленных по вине этих родителей. Потому что они не нашли нужные слова. Они были заняты совсем другими вопросами, другими проблемами. А дети остались никому не нужными. Даже если они находятся в полных семьях. Благополучных, кто называется. Но они просто не нужны. И они чувствуют вот этот момент критически для себя. И что вот здесь, и сейчас, когда ему нужна помощь, ему никто не поможет. И никто не хочет помогать. И никому он не интересен. А вот в этой точке, он особо, как вот, когда человеку больно, и ты вот в это место еще раз нажимаешь, ему двойне больно. Вот в этой точке, когда у него все внутри болит, когда его все рвет, и никакой помощи нет. И никакой надежды, никакой опоры. И ребенок начинает искать поддержку со стороны. Не внутри своей семьи, а на стороне. И вот это очень страшно. Потому что у нас на стороне не всегда друзья. А у нас на стороне есть и враги, которые, зная твои слабые места, начинают тобой манипулировать. И зная вот, что ты находишься в таком болезненном состоянии, они предлагают конфетку. Она тебе поможет. Ты почувствуешь себя лучше, ты почувствуешь героем, ты станешь круче. А в результате что? Ты вообще погибнешь. Потому что это приведет тебя к самым страшным последствиям. Отсюда же и алкоголизм, и наркомания, и распущенность. Все то, что, казалось бы, притупляет эту боль на малый период. Вот это и есть та конфетка, которую тебя заманили, а дальше жизнь загублена. И вот очень важно, на мой взгляд, как священника, больше говорить с детьми. Не оставлять их просто брошенными в свободное плавание. А здесь будет зависеть, результативность вашего разговора будет зависеть от того, насколько вы для них остались родными за этот период. А если вы для них были всегда чужими, просто вынуждены были, детки, ну, кушать то, что им дали, спать, куда их положили, но не было вот этого диалога, не было контакта с родителями, то вы для них будете не родными, а будете чужими. Поэтому не теряйте своих детей. Вы за них будете отвечать перед Богом. Это очень важно. Но в то же время не должно быть никакого над ними насилия. Наказание может быть, наказание может быть не по агрессии, не по злобе, а по любви. Потому что наказывать нужно. Если ты не будешь наказывать, человек, к сожалению, не понимает. И Господь нас также наказывает. Мы через боль начинаем что-то понимать, что-то усваивать. Боль бывает разная. Я не призываю к тому, что нужно физически избивать ребенка. Ни в коем случае этого делать не надо. Но он должен понимать, что если он будет делать не так, то за этим последует боль. Боль и страдание. Господь в раю сказал, Адамуеву, не вкушайте от древа познания добра и зла. Почему? Он же конкретно объяснил. Вот нам пример. Общение со своими детьми нельзя делать. Почему? Да потому что вы смертью и умрете. Нельзя этого делать. Почему? Потому что тебе будет потом больно и плохо. Господь общается с нами. Невзирая на все наши глупости, невзирая на все наши слабости, немощи и безумия в конце концов. Говорит нам и наказывает, и воспитывает, и ведет к вечной жизни. Также и родители должны говорить, терпеливо учить и своей любовью им показывать, что они родные, что только они им способны помочь. А они какой-то дядя на стороне. Не кто-то иной, только семья. Вот в этом силой самой семьи. И если будет Господь в этой степени, Бог присутствует, то все равно вы пройдете через эти испытания со своими детьми и выйдете победителями. Тогда сохраните семьи и здоровье и душевно и телесно своих детей. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok